Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую тебя, Пазулджан! В эфире рубрика «Читающая нация». И сегодня мы поговорим о книге моего любимого автора Эльчина Сафарли. Все его издания приправлены мудростью, любовью, душевностью и философией. Итак, сегодня мы говорим о книге «Я хочу домой». Для начала, друзья, давайте начнем с аннотации к этой книге. Она очень интересная и завораживающая. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? На древней улице Стамбула есть необычная лестница по имени Командо, построенная в форме двух восьмерок. Ее волшебство в том, что на ней можно упасть, но скатиться до конца нет. А еще, как бы ты ни плутал в ступенях лестницы, Командо выведет к ровной, светлой улице. Тебе не раз будет казаться, что ты запутался, что если упадешь, то окажешься в темной яме. Не бойся, продолжай идти. Вот такая вот жизнеутверждающая книга. Книга читается на одном дыхании. Вроде только начал, а уже конец. В такие моменты всегда хочется растянуть удовольствие, насладиться восточными пряностями, вдохнуть их аромат, почувствовать запах моря и свежий восточный ветер на лице. Я, как всегда, в восторге от Эльчины Сафарли. Этот автор с каждой книгой все больше и больше завоевывает мое сердце. Это отличный роман, наполненный восточной кухней, любовью и надеждой. Вся книга – это и есть сама жизнь. Сюжет в ней не настолько и важен. О нем вспоминаешь лишь на последних страницах данного произведения. А до этого слышишь приятный мужской голос, который рассказывает о смелости, о пути, о борьбе внутри себя, о счастье, а также о том, как иногда тяжело встать утром и сделать первый вздох. После прочтения книги в очередной раз убеждаешься, что сдаваться никогда нельзя. Друзья, уверенно идите к своей мечте и делайте все для того, чтобы она нашла воплощение в реальности. Ну а эту книгу я рекомендую тем, кто тяжело переносит осень и хочет найти источник для вдохновения.